Всем кратавый привет, друзья! С вами Пашка Фриман на связи. И сегодня улитки анонсировали новый сезон боевого пропуска, про который я с вами сейчас и поговорю. Мы проанализируем, какие у нас будут испытания, какие награды и, в принципе, всё. То есть это информационное видео по боевому пропуску нового сезона. И прежде чем мы начнём, не забудьте поставить лайк и поделитесь этим роликом в социальных сетях. Может быть, ваши друзья тоже посмотрят видос и узнают, что там за новый боевой пропуск. И давайте начинать. То нам улитки тут показывают. Боевой пропуск будет называться Речной Охотник. Дата проведения боевого пропуска будет с 27 октября, то есть уже с послезавтра до 26 января. То есть мы, как обычно, получим 4 единицы техники, если вы будете покупать, конечно же, этот батл пасс. И одну единицу, если вы будете использовать бесплатную версию батл пасса. И мы с вами видим сразу первую машинку, которая будет даваться за батл пасс. Это ЛВТ-4-40. Франция, второй ранг. Будет она премиумный. Это лёгкий плавающий танк с 40-миллиметровым бофросом. Однако эффективен и против авиации, и против бронетехники. Бофрос — это реально очень опасное орудие. Автоматическая пушка. И если там второй ранг, то всё зависит, конечно, от боевого рейтинга. Но я думаю, в борт многих противников она сможет уничтожать. Но, конечно же, зная, что такое вообще ЛВТ, она ничего не будет держать. Даже очереди пулемётов, к тому же ещё и рубка открытая. Короче, не знаю, довольно спорная машинка, мне кажется, будет. Но, как только я смогу на ней покатать, я обязательно сделаю обзор. На канале всё будет. Далее, следующая награда — это катер по Т-658. США, третий ранг, тоже премиумный. Манёвренный, отлично вооружённый патрульный катер с тропедами, глубинными бомбами и ракетами. Тут, возможно, любители флота что-то более конкретное скажут, но я ничего не буду говорить по поводу этого катера, потому что сначала надо на нём поиграть. А потом уже делать какие-то выводы. Но, учитывая, что это что-то такое маленькое, скорее всего, разваливаться будет просто с парой выстрелов. Опять же, с тех же Бофросов, кстати, морских, я думаю, будет отлетать очень легко. Далее, следующая награда — это Буфайтер Марк-1 с 40-мм пушками. Британия, второй ранг, тоже премиумный. Тут будет 2 40-мм у него, я думаю, что для штурмовки вполне может быть неплохим. Но, опять же, сначала выйдет, мы полетаем, и потом уже будем думать, хороший он или нет. Скорее всего, он будет как раз-таки бесплатной наградой, как и во всех остальных боевых пропусках самолёты всегда были бесплатными. Не обязательно было покупать Battle Pass, но далее, когда мы будем сейчас разбираться, мы это узнаем на 100%. Ну и главная награда боевого пропуска — ПТ-76-57 СССР, четвёртый ранг, премиумный. Это вариант модернизации старых танков ПТ-76 с автоматической 57-мм пушкой и механизированной боукладкой. Короче говоря, это ПТ-76 с немножко изменённой башней и с стволом с зенитки ЗСУ-57-2. Опять же, всё более подробно я вам расскажу, когда я смогу на этом всём покатать и оценить в полевых условиях, скажем так. Сейчас я ванговать не вижу смысла никакого, но потенциал у неё есть. Это единственное, что я могу точно сказать. Далее за Battle Pass можно будет получить несколько декалей и эмблем, вот таких вот, спецназ ВМФ. Вот это клёвый, я бы такую себе хотел. Далее у нас идут декораторы в виде лодки, это явно для этого самого, для кораблей. Потом у нас идёт дыхательный аппарат для подводных погружений, видимо, или что-то типа того. И, как я понимаю, это этот автомат, который под водой стреляет. Подводный автомат. А, ну да, так и называется подводный автомат. Ребрезёр. Ну, короче, вы поняли. Декораторы ещё маленькие будут. И далее у нас идёт иконка профиля Боевой половец, который, кстати, выглядит офигенно. Прям классный, мне нравится. Так, далее. Что нового в этом сезоне? Бывой пропуск можно получить совершенно бесплатно. И в прошлом сезоне из этапов вы добыли два улучшения купонов. Кстати, да. Теперь такая новая фишка у Battle Pass'а. В War Thunder'е. Когда вы себе наформите два улучшения купона, чтобы вы могли продавать именно ту технику, которая купонами выдаётся в Battle Pass'е, вы открываете эти, соответственно, улучшения, и их можно теперь будет обменивать на бесплатный Battle Pass следующего сезона. То есть вам не обязательно будет его заново покупать. Далее. Улучшение магазина военных облигаций. Заметно расширили наполнение магазина военных облигаций и скорректировали ассортимент таким образом, чтобы на каждом новом уровне вы могли найти что-то интересное. Подробный рассказ об этой работе читайте в отдельной новости о обновлении магазина к текущему сезону. Уже скоро об этом нам сообщат. Но, как я понимаю, будет просто больше предметов, которые можно будет купить за военные облигации. Как участвовать? Ну, я думаю, тут как обычно. Каждый день заходите в игру, будете получать очки, в зависимости от количества дней, сколько вы подряд захочели. Далее. Выполняйте боевые задачи, описанные в игре, которые будут приносить очки прогресса за выполнение от двух до пяти. И выполняйте сезонные испытания. Они похожи на боевые задачи. В начале сезона вам доступно одно испытание. Каждую неделю обновляется одно новое. И еще три получаете как награду за открытые уровни. 30 очков за одно испытание. И вот мы с вами открываем страницу, где описание идет пятого сезона Речного Охотника Батл Пасса. В общем, как обычно. У нас есть бесплатные награды, есть платные. Соответственно, где не написано бесплатно, это только будет в платном Батл Пассе доступно. И далее давайте смотреть, что у нас открывается. Ну, вот это я все буду пропускать. Инвесальные дублеры, серебро и так далее. Это понятное дело. Тест-драйв Буфайтер у нас на девятом левеле открывается. И 14-й левел. 14-й уровень Батл Пасса. Это платная награда. ЛВТ-4-40 у нас будет с вами открыто. Далее на 16-м уровне откроется камуфляж Жасмин на него. Потом опять всякие пари, усилители, дублеры. Доступ к первому сезонному заданию. Декаль эмблема. Тоже платная награда на 22-м левеле открывается. Потом опять всякий хлам, 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 хлам. И на 38-м уровне мы с вами получаем ПТ-658. Тот самый катер торпедный. Это тоже платная награда. Далее опять всякий хлам. Камуфляж на аккаунт. Тоже платный 41-й левел у нас идет. Потом еще куча хлама. И 51-й левел. То есть не 40-й, как сейчас, а 51-й левел. Бу-файтер мы получаем самолет. Это бесплатная награда. Да, так оно и есть. Как и было в предыдущих боевых пропусках. Бесплатный самолет. Можно будет получить премиумный. За достижение 51-го уровня Батл Пасса. Это, кстати, будет несложно, я думаю. На 54-м мы с вами получаем камуфляж на него. Тоже бесплатно. Далее опять хлам. Всякие усилители. Серебро. Доступ к испытаниям. Бла-бла-бла. Иконки профилей. И вот топовая награда дается на 75-м уровне боевого пропуска. Естественно, на платном Батл Пассе. ПТ-76-57. Он у нас тут открывается. И камуфляж к нему откроется на 79-м уровне. Далее немножко хлама. Далее на 100-м левеле загрузочный экран. С ПТ-76-57. Ну и 105-й уровень улучшения купона Бифайтера, для того, чтобы можно было его продать, либо обменять на следующий сезон. И на 125-м уровне улучшения купона на ПТ-76. Ну и 150-й левел-титул Речной Охотник. Все остальное это военные облигации. Далее переходим к самим испытаниям. Что в этих испытаниях нам надо будет с вами делать? Давайте разбираться. Первое испытание с 27-го числа по 17-е ноября. Получается, с 27-го октября по 17-е ноября. Прожорливый сом. Уничтожитель оказать поддержку при уничтожении заданного количества техники игроков. В 250 ассистов надо сделать. Это много. Скорее всего, многим сейчас не понравится это, но это много. Но с другой стороны, 250 ассистов это набьется. А это же накопительное как бы испытание. И до 17-го ноября, я думаю, вообще изи сделать его. Далее. Ловкая выдра. Получить заданное количество боевых наград. 20 наград профессионал. С 3-го ноября по 24-е ноября. Если я правильно помню, награда профессионал это когда вы там больше двух фрагов делаете. Типа и дальше, дальше, дальше настреливаете. Оставаясь в живых на технике, соответственно, эта награда профессионал вам настреливается. Так что это тоже не так уж и сложно. Далее. Про ворный уж. Уничтожить заданное количество единиц техники игроков на каждом классе наземной техники. На танки, на САУ и ЗСУ. С каждого этого класса техники надо сделать по 7 фрагов. Но опять же, никаких проблем. Срок выполнения с 10-го ноября по 1-е декабря. Далее. Зоркая скопа. Или скопа. Не знаю, как правильно. Я не учусь еще. Уничтожить заданное количество наземной или морской техники игроков, используя ударный самолет. Надо уничтожить 20 единиц техники. Ударный самолет это, как я понимаю, штурмовик, скорее всего. 20 фрагов надо будет сделать по морским целям, либо по наземкам. Также считаю, что это довольно легкое испытание. Сроки выполнения с 17-го ноября по 8-е декабря. Далее. Царственная анаконда. Сыграть заданное количество миссий, заняв первое место. 7 раз. То есть 7 раз занимаем топ-1 с 24-го ноября по 15-го декабря. Для многих, возможно, это будет сложно, но для среднескилованных игроков, я думаю, что тоже не такая уж и большая проблема. Особенно, если катать на имбосетапах немцев на 4-0-4-3. А, кстати, да. Как обычно, награды будут все засчитываться на технике от 3-го ранга и выше. Корабли, по-моему, со 2-го ранга. Далее. Стремительный угорь. Уничтожить заданное количество техники игроков торпедой. 10 единиц техники. Вот это проблема. Во флот мало кто играет. И опять нам приходится играть в него. 10 единиц техники надо уничтожить будет торпедой. Ну, в морских боях, я думаю, это будет проще всего сделать. Дата проведения с 1-го декабря по 22-е декабря. Далее. Юркий зимородок. Выиграть заданное количество миссий на технике СССР. 35 боев надо будет выиграть на советах. С 8-го декабря по 29-е декабря. Окей, не проблема, но, как бы, скорее всего, придется просто долго это фармить. Потому что победы, сами знаете, они очень рандомные. Далее. Ненасытная наяда. Завершить заданное количество миссий на одном типе техники, авиации, наземной техники и флота. По 30 заданий. С 15-го декабря по 5-е января. Получается, нам надо на авиации сыграть 30 миссий. Именно сыграть. Завершить до конца. На наземке, на флоте и на авиации. Вот на флоте 30 заданий. Блин, это будет жестко. Мне лично неохота это делать, но, видимо, придется. Далее. Кровожадная пиранья. Нанести заданное количество урона, управляя кораблем малого флота. 30 тысяч единиц урона. С 22-го декабря по 12-е января надо будет это сделать. Я уже примерно помню, на чем надо делать. Там у Японии есть какой-то один неплохой кораблик малого флота, который относительно скорострельный и неплохо урон наносит. Как бы знаю, на чем я это буду делать. Но, опять же, награда флотская, мало кому интересная. Возможно, кто-то будет пропускать это испытание. Далее. Могучий аллигатор. Получить заданное количество боевых наград. 15 наград одним ударом. То есть, с одного выстрела, по-моему, вроде за это награда дается. Сделать 15 фрагов. Дата проведения с 29-го декабря по 19-е января. Далее. Свирепая кулобык. Выиграть заданное количество миссий, уничтожив хотя бы 3 единицы техники противника в каждой. То есть, 15 боев. Нам надо с вами завершить победой. Именно выиграть эти бои. И в каждом из этих боев сделать по 3 фрага минимум. Очень похоже на пари на золото. На золотые орлы. Дата проведения с 5-го января по 26-го января. Опять же, 20 дней. Даже 21 день. Достаточно много. Я думаю, можно будет нафармить. Ну, это, кстати, не так уж и легко. Далее. Жалящий паук. Уничтожить заданное количество техники противника, которая выше вашей техники по боевому рейтингу хотя бы на 1-0. Соответственно, 20 единиц техники БРом выше на 1 с момента получения до конца сезона. Скажу я вам так. Это будет, наверное, проще всего сделать на немцах. На тиграх, на пантерах и на королевских тиграх. Потому что эти машины, проклятые в Артандере, постоянно попадают на плюс 1 боевой рейтинг. Поэтому я, наверное, рекомендовал бы вам на немцах это выполнять. Если они у вас есть, конечно. Далее. Преследующий гидролик. Получить заданное количество боевых наград. 30 наград око за око. Вот это геморройненько, мне кажется, с момента получения до конца сезона. Потому что вы не всегда сможете уничтожить того чела, который вас завалил. Потому что его могут завалить ваши союзники. И как бы вот это будет сложно. Прям реально оно какое-то слишком специфичное. Далее. Жестокая рапайма. Уничтожить 2 единицы техники игроков за 15 секунд заданное количество раз. 10 раз. Так. Еще одно геморройное задание. На уровне 30 наград око за око. 2 единицы техники за 15 секунд 10 раз надо будет сделать. Тоже с момента получения до конца сезона. Но. Это можно сделать только на скорострельных пушках. При объездах. То есть это мотивированное испытание для активного геймплея. То есть каждый из вас должен будет врываться. И расстреливать всех по бортам. Я думаю на советах можно сделать. На шведах например. Нет. Наверное все-таки оно полегче чем 30 наград око за око. Мне кажется 15 наград надо было ставить. Или 20 хотя бы. Ну 30 что-то многовато. Ну и совершенный хищник выполнит все испытания. Вот эти вот. Предыдущие. Походу на этом все. В общем что могу я вам сказать по поводу испытаний. Парочка очень замороченных. Две как обычно во флоте будут делаться. Что не очень охота. В общем в принципе как и обычно скажем так. На проведение всего этого дела много времени дается. Так что даже если у вас не очень много времени для игры в саму тундру. Большую часть заданий этих вы скорее всего сделаете. Меня лично беспокоят эти награды 30 штук око за око. Это реально геморрой. На мой взгляд. Это реально геморрой еще. Просто еще то. Но вот так вот улитки решили сделать. Ну собственно вот на этом мы с вами и будем заканчивать. Полный разбор боевого пропуска мы с вами сделали. Обзор всех новинок батл пасса я сделаю тогда когда у меня появится эта техника. Я ее откатаю. Проанализирую как она играется в рандоме. И только после этого будут ролики. Заранее я это делать естественно ничего не буду. Как бы ванговать. Опять же никакого смысла нет. Задания некоторые довольно странные. Машины премиумные. Кстати все по сути кроме корабля наверное интересные. Так что будет за что побороться скажем так. Да и всякие иконки профиля и декораторы с декалями тоже довольно красивые. Опять же принимать участие в батл пассе или нет решаете вы сами. Каждый сам для себя. Покупать вам батл пасс не покупать. Как бы ваше решение ребят. Я бы наверное рекомендовал как и предыдущие. Потому что много бонусов вы сможете получить за каждый уровень батл пасса. В том числе и серебро и усилители и всякие плюшки и так далее. Две с половиной тысячи голды. Это чуть дороже месяца према. Думайте. Думайте. Напишите в комментариях будете ли вы принимать участие в пятом сезоне батл пасса. Я обязательно почитаю. Также оставляйте комментарии как вам новинки которые анонсированы в этом батл пассе. Тоже будет интересно услышать ваше мнение. Также ребят будьте готовы что патч выйдет прямо уже на днях. Я постараюсь ролик выпустить 25 числа. То есть в момент записи этого видео. А патч по идее 26 должен выйти. Так что прям вот будьте готовы. Прям вот-вот уже на днях должно быть обновление вместе с этим батл пассом. Если ролик был вам интересен и полезен ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Особенно подписывайтесь на мой телеграм. Ссылочка есть в описании чтобы не пропускать анонсы и всякие разные новости по тундре и другим играм. И о жизни канала. С вами был Паша Фремен. Всем удачи. Счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok